приветствую комрады приветствую youtube мы с батей пришли в лесочек вон отец вот он вот он сигналчики уже погнал искать правильное вот ребята чудесная погодка сегодня солнечно небольшой морозец вот снежком тут у нас петрусила малеха но погодка классная ребят отличная копательская будем искать будем копать там где-то в той стороне в той стороне глубже в лес там антоха юра еще комрады вот макс там короче не знаю встретимся мы сегодня не встретимся если встретимся конечно я покажу какие находки у них пока у них там вроде антона пару подков у макса знаю знаю что у макса есть ножичек старый с бронзовой гардочкой у юры там советики как обычно и царек один он там на мусоре короче дэвис он своим цепляет вот купать и сигнал копает ну все ребята в общем лесочек есть комрады есть копари есть значит будет копану батя сигнал все глубже и глубже сейчас сейчас что-то цепанет по-любому так ребят ну шоу батя вот сейчас вам сниму комрада довольного первый сигнал 2 на 2 сигнал да 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 2 сигналчик ребята и влазит такая красота вот такая красотища это ночишка бронзовые скифы или кимерийцы хороший да классный лишь такая удлиненная у него форма до небольшие утраты может быть это утраты литья но сам факт что такого наконечника ну да это видишь фух трехлопастной целенький красавчик какой класс мои поздравления супер а ты чё сейчас фокусирую классный классный нак отличное начало так ребята встретился с юрой и андрухой находочки посмотрим даку андрюхи ну это конечно советы дой по силе форма это как обычно вот трешечка попалась одета нашел сигнал такой был блин думал капец не может есть контакт не андрюхи еще находочка так это возил упроки положил вот такой вот срезенек ну такой интересный с большой такой втулкой под древко симпатичный симпатичный юра у тебя покажешь дальше у юры еще юра продолжает не останавливается продолжает показывать находки не 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 нет ничего это находишься за хрень а это шплин тележный тележный шплинт баек самодельный баек с этого под мелкашку да прикольно а о подковы самодельный боек под мелкашку так тут тоже хватает до всякой хреновины она юра от телеги ну да да телеги ну это нак понятно понятно но сейчас ребята должен еще подойти данил может быть подъедет юра и где-то там антон с максом и саньком в той стороне должны тоже скоро появится ребят не успеваю сегодня даже покопать все встречаю короче товарищей все они свои находки показывают и показывают ни конца не края бляха муха бронебой на это бронемой на на кабану наверно лоб железный не пробили так чё тут ой какие хорошие рим какой ли антоха класс ты чё по железу ребята шпарят но это каблучная такая относительно современные рис войны вот эта старенькая да эта подковка 1927 года так ну держи я потом сниму если чё гильзы да это да это каблучная подковка вот на деревянный каблук набивалась такая так что там еще и ножичек ножичек с бронзовой гордочкой по кочевникам ранний то ты чё больше больше скорее всего так подковки все он только уже сложил а это хазарский обломанный короче есть находочки да у вас учетом у тебя пару советов по катушке топчется конечно сейчас нал торнадо шо там копейки стоит да если чё новую возьму антоха ладно вот камрады у нас еще можно у нас еще можно грибочки собирать какие лисички замерзли совсем ночью дома разморозится и можно на жарёвку пустить камрады попалась мне первая монетка так что я сам ее уже потерял вот ямка вот она вот откинул я ее монетку 15 копеек 1945 года сохранщик приятный вот так вот попалась монетка хожу в двух перчатках ребят одни такие с дырявым пальцем я их одел под низ у таких вот уже грязных перчаток получается первую пару снимаю и на смартфон снимаю одеваю копаю дальше такие дела прохладно довольно таки морозец видели какие грибы замерзшие ну а так и погодка конечно шепчет солнышко лесочек все дела все разбрелись по лесу не знаю уже встретимся мы с антоном с юрой не знаю они вообще в ту сторону ушли машина там у них а мы с батей и с данилой здесь ребята очередная монетка так до этого была пятнашка 45 идем по годовкой пятнашка 46 следующая монета от ребят данила он батя сейчас вот данила уже ждет сейчас будем чай пить все ладно попьем чайку будем продолжать ребята сейчас будем пить чайок так у данила тут находка вот такая вот штука но я подозреваю что это что-то с войны скорее всего там резьба и какая-то хреновина стоит внутри да внутри что-то что-то цвет мед какой-то так потом но это вот в общем обломок ножа и спилки кто-то делал в данил и вот такой ножичек титан титан ну да это что его еще почистить кстати цена есть 2 рубля 10 копеек видел 2 рубля 10 копеек титан даваться вот такая находка какая-то кого нинка старая вот может быть это типа как этот самый как фибула не похоже да ну я даже не знаю но даже не хватает чего-то может часть может не хватает чего-то в узких может часть фибулы ну в общем да такие находки мы выставляем определение то что в чем мы не уверены не разбираемся в чем выставляем определение определяем узнаем что-то новое ну в общем да надо как-то заниматься узнавать потому что так просто просто так копать это не очень интересно так что ребят если у вас есть какие-то варианты по этой штуке есть я еще не буду в курсе что это такое прошу откомментить вот буду благодарен кто знает вот так так ходим бродим ребята у данилова такой ножик попался сейчас на солнышко выйду вот ребят вот это вот гардочка медная вот такой старенький ножичек старенький по царизму посредневековью может да такое железо интересное старое железо он данила начинающий к брату такой лопаты копать край надо ему пискаря да у тебя что там да это типичный хазарский нож обломан кончик ручка наоборот целая кончик обломан по у них какой только формы не было и размера вот таких вот малюсеньких там для чего них использовали до здоровых там запасных со за сапожных там или как-то мне назывались в общем сапог могли вставлять и за пояс заткнуть были боевые это маленький рабочий их ребята прозвучал чудный сигнальчик хороший сигнальчик был и вот она виднеется крупная монетка вот она царская двушечка 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 есть контакт вот такая вот так смотрим год под затертая но ничего страшного 1810 есть монеточка отлично ребят отлично солнце у нас уже потихоньку клонится к закату немножко с отцом походим и будем и будем двигать тоже домой ребята уже все разошлись не знаю копает кто-то или нет мы так они созванивались связь лесу плохая так что ребят даже не знаю на это скорее всего все уже разъехать ребята здесь я нашел двушечку кстати поправочка посмотрел 10 16 года и вот ребят позвал отца она поставок будешь снимать при захват большой чтобы пальцы не захватывала то есть здесь была двушечка здесь сигнальчик с ними табло но не факт что это монета но не факт что это монета это само собой но рядом была монета и такой хороший сигнал рядышком поэтому у меня такие подозрения что это еще одна монета ты блин а что там такое что это вторая эта монетка сразу пошире выговоришь убирай по им пошире глубину показывает хорошую сбоку глубину показывает хорошую мелко так хватит возьми мой не осмотри давай поближе сюда возьми мою сейчас буду выгребать выкидывать так я уже близко положил оба видишь так ну конечно не снимешь так то она и затертая что телефон ну еще одна полевичка вот орел тоже затертая так ребят ушел уже с этого места я дали кружок вернулся обратно и в поймал еле-еле заметный такой слабенький сигнал снял с пол штука земельки и сигнал стал более симпатичный скорее все здесь монета еще одна а может и нет кто его знает вот решил снимать отец будет а отец уже выкопал конечно чё я под корнем взял и все где сберет боку бачка а что сигнал какой-то непонятный я не понял и я не понял а де монета есть еще одна двушка в общем этом месте три двушки кто-то потерял но ребят потом помою либо фотку либо видео сейчас конечно ты толком не увидишь но тоже под затертая как обычно но так ничего цари редкость поэтому мы рады удачно сегодня удачно отец наконечник дернул шикарный а у меня цирки имеются так ну сколько мы рады закончили мы наш коп сегодняшний сейчас отцом выпьем чайку и будем двигать домой по находкам давайте быстренько пробежимся так ну шмурдяк в рюкзаке цветмет в рюкзаке вот здесь принципе тоже шмурдяк но это шмурдяк такой который хоть с каким-то намеком на что-то тут какая-то штучка скоба может древняя была смятая пуля вот такая вот штукенция две гильзы наконечник зачетнейший ножик совет ходячка украины пуговица вот потом вот такая вот штучка то ли современщина тори древность мы так это не поняли не определили но почему-то вот нам кажется что это возможно часть фибулы древней а может быть и нет дальше у меня два совета и три царских монетки под затертые под ушатаные но я вам скажу что я очень рад что нашел царские монеты так как у нас это как вы уже знаете большая большая редкость отцовек более-менее более-менее сохранщики да более-менее в основном затертые находил до этого цариц полей несколько раз в основном всегда были затертые гильзочка такая интересная какая-то вот такие дела ребят такой коп у нас получился сегодня он солнышко уже садится все комрады кому понравилось ставим лайки подписываемся на канал до новых встреч пока